Ощущение независимости, свободы и движения. Движение бесшумного, чистого, с ветром, бьющим в лицо. Уникальность и магия велосипеда заключается в простом, но чудесном физическом свойстве мира. Катиться легче, чем идти. Если раньше велосипед был просто средством передвижения, то сегодня это серьезный вид спорта, в котором есть и скорость, и трюки, и экстрим. Так на русском острове прошел виллофестиваль «Золотая осень-2023». Более 60 участников абсолютно разных возрастов. Как взрослые суперпрофессионалы, так и совсем маленькие дети, которые, казалось бы, только недавно научились ходить. Данная гонка проходит уже в 23-й раз. Вид гонки кросс-кантри олимпийский. Чем он характерен? Это гонка с общего старта, групповая, на шоссе групповая, только по пересеченной местности. Круговая трасса. В данный момент у взрослых была трасса 3,5 километра. Следующие идут 11-12 лет. У них дистанция в районе 2 километров. И более младшие уже начальные классы. 7-8 лет, 9-10. Круг 1,5 километра. И самые маленькие. Круг 650 метров. У судьи непростая работа. Ты должен следить за временем, участниками фиксировать прохождение трассы. А по словам судьи соревнований Екатерины Обросимовой, зрители часто любят отвлекать, не понимая, что невнимательность судьи может стоить кому-то призового места. Также Екатерина уже давно работает тренером. Говорит, что с детьми никогда не бывает скучно. Победителем среди мужчин в возрастной группе 19+, стал Николай Боровик. По его словам, активно он занимается велоспортом всего лишь полтора года. Но на велике с самого детства. Зачем это все? Во-первых, это здоровье. Во-вторых, здоровье и здоровье. Важность спорта в жизни людей невозможно отрицать. Одна из самых ярких участниц фестиваля – 11-летняя Диана. У нее диабет, но это не помешало ей дальше заниматься велоспортом, участвовать в соревнованиях и занимать призовые места. Трасса довольно легкая, потому что мы ездим очень часто. Могу даже сказать, почти каждую тренировку. Все элементы хорошо получаются. Голка была не очень сложная, так как у меня отработалась вся техника. Спорт абсолютно для всех. Так, например, в велогонке участвовала 12-летняя Диана Белим. Девочка глухонемая, но занимаясь теми же видами спорта, выступая по тем же правилам, что и обычные спортсмены, но при этом обладая ослабленным слухом, она добивается таких же результатов, а иногда даже лучше. Как тебе гонка? Мне очень понравился этот велокросс. Было ли сложно? Да, сложно. Здесь много спусков и подъемов. А самые маленькие участники стартуют только в присутствии взрослых. Родители очень бойко поддерживают своих детей. Побывав на соревнованиях, мы поняли, что велоспорт – это жизнь. Анна Дьякова, Леда Землякова, Роман Блохин. Новости на Восьмом.